друзья всем привет отдыхал вчера заехал в магазин думал куплю трубу но всех размеров не было что повесить тарелку доехал до загрузки будет грузить такие вот похожие бочки они даже моют облили меня водой полетела все но ничего страшного помыли эти бочки у меня будут зелененькие поменьше он уже их привез сейчас должен загружать начать мне предприятие находится вообще так близко канаде это город меч называть вот мои зеленые бочки такие вот я подозреваю меня будут сейчас он там ездит вот видите такие пластиковые бочки будут у меня сейчас пойду грузить привязывать вроде небольшие легкие они ничего сложного не должно быть поэтому вот так а все он там положил упора деревянные чтобы она не скатывалась и груза сейчас выйдем на улицу посмотрим все ну что друзья я загрузился привязался смотрите что получилось можно подумать что бочки тяжелые но нет они легкие там по 400 паундов и рук их руками можно двигать но почему по два ремня если один сдует только второй будет держать потому что у меня было такое самый неподходящий момент ночью вроде днем ехал было все нормально было натяжение хорошее я вез фитинги такие огромные второпластовые на поля там трубы большие делали и вот ночью сдуло там потом на колесо накрутила ремень это было давно я потом еще камеры меня покусали в дабаку что возле поля кого-то было вот везде на 2 а давайте немножко отлечемся вот видите там огромный огромный бочку грузят это лоубой у нас это не стопдек там просто огромная одна большая бочка будет белая вот четыре таких больших зеленых шайбы потом одна такая которая на прицеп ставится и три стоячем положении он говорит что типа сделай через отверстие сверху тогда будет лучше ну типа не поцарапаешь и не слетят ремни уже никак а почему-то на два тоже если они хотят протрется то 2 будет держать принцип такой везде все закрыто резинками здесь тоже все перекручено сейчас еще здесь делаем фотографию для начальства вот они хотя бочки большие а тут прям супер слипер сейчас мы его немножко снимем большая машина там прям кровать холодильник все есть этих супер слиперов вот такие дела у меня конечно поменьше все сейчас будем выезжать надо брус убрать это брус он показывал что по ней скатались был сильный ветер когда грузился сдувала мои ремни поэтому вот так ну все поедем главное не повернуть направо заехать в канаду она лево но это мы помним все едем монтану она позвонить это или гейшен систем что-то связанное с поливами ну вот так вот и и накатит там поры вам подложили и все легкая легкий легкий груз вообще платят скажу что плохо но не супер много нормально как по рынку так нормально все выезжаем увидимся на дороге погнали доехал вчера здесь прям спал приехал поздно завалился на парковку у них потому что нет места там очень короткий съезд дороги дороге естественно не вариант и уже потихоньку выгружаюсь попросили первых по точнее ну первых с конца 3 отвязать стальные не трогать как здесь красиво там далекие горы и облака с той стороны тоже был дождь утром небольшой прям пару капель я думал будет больше отмочить или все мухи ничего подобного выгружать они будут долго потому что вот так вот вручную маленький погрузчик привязывают стропу чтоб не упала бочка и будут снимать доехала все нормально нелегкие что с ними будет да ничего правильно вот поэтому буду выгружаться потихоньку и уже написал чтобы что-то другое смотрели пока не знаю вот я попросился чтобы поехать с этого севера куда-то туда вниз на юг и все смотрю и смотрю там все торнадо какие-то ураганы сегодня опять там траки перевернулись в техасе там дождь затопило дорогу никто не едет и тут не знаешь куда лучше ехать по северу кататься за меньше деньги и поехать на юг и ушататься строк поэтому вот дилемма такая да не знаю смотрим куда найдут говорит сюда поедем выбирать не придется если есть не с чего выбрать поэтому такие вот делы все потихонечку выгружаемся и будем что-то думать дальше остались только большие бочки они хотят за угол зацепить их опрокинуть на дно и потом также подтянуть под низ вилы как обкрутить строкой и вытянуть вот погрузчик маленький у них поэтому только так другом не получается и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Подхожу к нему Говорю, блин, ну нет моих документов Он говорит, не может быть Пойдем вместе Я говорю, вот здесь один трак Здесь второй трак Хм, интересно Пошел в офис Возвращается Говорит, да не может быть Типа должны быть здесь Говорю, ну вон, смотрите Это не мой трак Это тоже не мой трак Все Значит, кто-то забрал Говорю, другой драйвер Просто перепутал Не посмотрел И увез мои документы Вместо своих Он говорит, действительно По-другому, говорит, не может быть Поэтому сейчас пойду распечатаю Вот пришел, распечатал мне документы Едем в Техас опять это какая-то свалка ну а здесь, смотрите, какое месиво развел ужас, просто какое болото здесь был, видимо, дождь какой-то крупный поэтому все, быстренько выдвигаюсь завтра будем доезжать хочу побыстрее уехать отсюда, чтобы не было какой-нибудь бури все, едем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА что, доехал я, успел перед самым закрытием успел выгрузить свой геотекстиль вот то, что выгружали с моего грузовика правда, они и так небрежно выгружали его что, капец, я за него больше переживал, чем они все собрано, я готов выезжать говорю, как выехать? ну, говорит, сдаешь вперед и сюда задом выворачиваешь и на выход туда я говорю, окей это очередная какая-то свалка вот они тут засыпают все свои дела там коровник большой проезжал снимал, вам показал значит, сколько я проехал 1260 и за груз заплатили 2150 то есть тут меньше 2 долларов где-то 185 но с Лайоминга не сильно хотят платить этот груз от компании JB Hunt и мне уже звонили интересовались действительно ли я приехал выгружаться, потому что я забыл отметиться у них есть предложение свое JB Hunt 360 называется JB Hunt это крупнейший брокер один из крупнейших брокеров в Америке давай, вот, видите Unload Confirm все он сейчас отметится что я его выполнил и брокер увидит ну тут можно поставить звезды написать Good не будем ничего менять ну и все вот это я с Вайоминга он так показывает там Ловал Вайоминг я ехал сюда в вот Ловал Вайоминг Кэнион Таксис доставка должна быть на завтра но я постарался приехал сегодня поэтому такие вот штуки что дальше делаем как бы я не старался приехать чтобы попробовать найти груз какой-то в сторону пчел к сожалению в уях нет не получается нет ничего с разгрузкой на завтра а мне нужно завтра чтобы трейдер был пустой а пчел будет завтра вечером загружать поэтому поеду пустой пустой ехать много что-то около 500 миль так же само было когда я возвращался в Калифорнию я там вез макулатуру тоже за 3 копейки специально чтобы хоть что-то заработать но здесь не получается в Техасе ничего нету с выгрузкой на завтра диспетчер все утро ищет и говорит ничего нету вообще поэтому поедем как поедем за пчел там платят нормально больше 3.20 вроде бы за мили но с учетом пустых будет там 2.50 как-то вот так грустновато кажется но нормально все значит увидимся уже завтра будем загружаться пчелами а сейчас я поеду помоюсь себя приведу в порядок в машине поубираю видите какое болото ну просто никак нельзя было там вот все это в грязюку развел надо отмывать потому что плохо ступеньки все в грязике водой-то она размочится отмоется а вот так оно что-то не отскрябывается легко все меньше слов больше дела увидимся уже завтра на загрузке пчел в грязи в грязи в грязи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Когда ей нужно было, говорю, вечером, вчера, позавчера, там, он такой, а, да, блин, но я не знаю, я не могу, у меня вон три трака есть сегодня выгружать, я не смогу делать, я говорю, да как, как, что делать, я не знаю, позвонить там, там, Дину, Дину, кого-то он назвал, говорю, я не знаю, позвонил диспетчеру, и вот диспетчер что-то там решает с ними, пусть выгружает, не занимайтесь ерундой, то они ноют, что ты приезжаешь, там, куча дохлых пчел у тебя, как это так, как ты их убил, то ты стараешься их привезти, ну, нормально, как они и просят, чтобы они там выжили, они же еще просят иногда водой поливать, я вам говорю, у меня знакомый пил специальный шланг и поливал, мне один раз сказали, и у меня шланга не оказалось, я говорю, ладно, не надо, езжай так, на этот раз мне ничего не говорили, потому что дождь был в Техасе, когда я загружался, но они очень активно, я сегодня заехал заправляться, ё-моё, как поразлетались они, 12 минут я пробыл на заправке, заправился и быстрее деру оттуда, потому что они так начали бурно вылетать, я думал, сейчас на меня все кричат будут, что их там кусать начали эти пчелы, поэтому такие дела, думаю, все нормально будет, приеду я там в 2 ночи, выгружу, ну, хотя бы сетки поснимаю, все подскладываю, а там уже пусть делаю, что хотят и как хотят, их пчелы, и пусть, не знаю, может скажут, что я целый день так вот стоял с пицетом, а пчелы там летают, такое тоже может быть, если они скажут, что мы не можем тебя выгружать, мы заняты, пусть не на пикап выгружают, а просто на землю расставляют, расставляют и все на это, а потом уже, когда придет там время, а то есть темнеет на следующий день, пусть их везут уже, куда хотят, ну, это такие мои мысли, едем в Южной Дакоте уже, ехать надо по ЮЭСкам, там на Северную, но я не хочу, разница небольшая получается, что-то порядка, Google показывает даже еще быстрее, грузовой навигатор показывает, что разница где-то в 20 миль, я посмотрел там такие дороги дальше на Севере, что можно и по Google проехаться, и поэтому даже лучше, чем по грузовому, ну, посмотрим, вроде бы так и должно быть, я там практически всегда пользуюсь Google, потому что грузовой там так относительно ведет по этим полям, они как бы там половина дорог грунтовых, ну, широкие и широкие повороты, там никого нету, перебери себе как хочешь, там вот так вот поворачивай, ну, вы понимаете, широкий угол бери, даете, никаких столбов, ничего нету, вот, уже дали другое место выгрузку, походу, прислали точку, поэтому все должно свершиться, погода отличная, не облако, не тучки, тепло, ветерок немножко есть, но очень жарко, 83 по Фаренгейту, это там 26-28 по Цельсию, жара, вот так вот, так что будем ночью выгружаться, спать не буду, энергетик есть, кофе есть, так что все нормально будет, выгрузим, пчелы будут живые. КОНЕЦ На связи Виталик, всем прием, едем в эпицентре грозовой тучи, сейчас включу немножко свет, это просто умереть, как красиво. И как страшно одновременно. Просто молния одна за одной на небе, навстречу машины практически нет, это вот вторая машина, которая мне едет. Очень сильный ветер, мне такое впечатление, что сейчас где-то торнадо как образуется, так это... Нет, это не скоро, я думаю, это скоро. Сейчас где-то только сбоку образуется торнадо, и все, и полетят коровы, и я вместе с ними буду летать. Ужасно, ужасно. Ехал, ехал и въехал. Ужас, ужас. До этого было очень красиво, я ехал, снимал, там эти какого альтера были, ну просто красота была. А вот так повернул, вот прям в центр грозовой тучи. Ну ничего, по другой дороге у меня нет, надо ехать сюда. Сейчас практически по 90 градусов, и с южной такой переезжать в север, но я не могу остановиться, потому что у меня пчелы. Их надо выгрузить, иначе они по муру, их не встать. Понимаете? Ей-то мне надо просто приехать на место и открыть сетку, чтобы они там летали себе. Поэтому надо ехать. Но... Не знаю. Мне нравится такая погода, но страшно. Спрашно красиво, я бы так сказал. Молния на молнии сверхают, все небо освещается. Видите, как все моргает и моргает, моргает и моргает. А, балл, пути. Красная точечка, это записи, потому что камера записывает. Это, думаю, какая не на ладжем. Небо... Не переспоется, я думаю. Я думаю, слишком быстро, 60, ну, вроде, может, 65, но боюсь. Ветер иногда порывами очень сильно бросает. Поэтому не будем пока. Ну, все, буду как-то в Испанике держать эти ноги луками за руль. Надеюсь, торнадо меня не снесет. Вы там это, держите за меня кулачки, чтобы все было хорошо, окей? Я буду ехать и снимать, помните, помните. Ну, все отлично. Проехал я эту грозовую тучу, вот ее край. Дождя практически уже нету, тут уже закат. Закат на севере очень поздно. Сейчас уже 10 часов, и вот, видите, солнце там садится уже за горизонтом, еще немножечко виднеется. Все отлично, все хорошо, что все хорошо. Проехал я этот самый эпицентр этой тучи, вот немножко дождя есть, но это не то, что было, согласитесь. Ветера тоже практически нету. Выглядит еще, конечно, мрачно с правой стороны, но это все равно просвет, и я чувствую, что ветер не такой. Уже, ну, слабенький, и дождя практически нету. Вот, чтобы так было дальше, и все. Ну, по навигатору я уеду еще влево, в левую сторону, значит, а ветер в какую сторону, пока непонятно. Машина вроде не сносит, но мне кажется, ветер был с правой стороны. Главное, чтобы ее не несло за мной, чтобы туча не следовала в мою сторону. Но будем надеяться, что ветер поменяется. Да, с правой стороны ветер, что я влево подкручиваю руль. Ладно, надеюсь, она меня не будет догонять по пути моего следования. Ну, все, едем, все вроде хорошо. Видите как, там еще молнии бьют с правой стороны. Ой, темно, так темно. Давай молнию дать, чтобы показать. Не видно, сверкает там. Ну, ладно, едем, едем, едем. Скоро как-нибудь до приедем. Друзья, Виталик на связи. Доехал, все нормально, торнадо его не снесло. Дождем тоже его не смыло. Я, правда, перчатки снял, но уже вылез, значит, залазить не будем. Выгрузили в чистом поле, как и обычно. Я приехал ночью, снял все, сетки пораскрывал, брусы, ремни все поскручивал. Стремно было, конечно, ночью ходить с фонариком. Я все шугался, светил вдаль. Думал, сейчас кто-нибудь подползет ко мне и откусит меня. Вот. Комары уже кусаются. Они приехали утром, где-то в 6 утра, в 2 погрузчика, 4 человека. Один ходил с дымарем, дымил, а двое ехали за погрузчиками. И вот они поразгружали и решили вот так вот порасставлять их по полю, поснимать, потому что много их здесь. И все. Потом они, даже повезло, поскручивали мне сетки, брусы позакидывали. Наверное, все сам попеределывал. Но ребята молодцы. Расписались уже в документах. Все. Я вон вышел, когда уже, не знаю, так получилось. Они специально, когда последние плиты уже сняли, они уже собирались. Я только вышел с машины. Показателем отличной работы является то, что очень мало пчел на деке. Видите? Их не столько много трупиков, как вот в прошлые разы, когда я возил. Можете заметить. Трупиков вообще очень мало. Крупного мусора не было. Ну вот. Кто-то доехал, кто-то не доехал. Видите? Там какая-то еще личинка. Или это матка белая. Нет, личинка, наверное, белая. Ну, тут доживают свое, как говорится. Кто-то. Э, красотка, выходи наружу. Только не кусайся. Ветя. Выползает потихоньку. Им нужно на цветочек посадить, чтобы они покушали нектара. Давай, выходи, красавица. Не стесняйся. Оба. Ветер сносит ее, сил нет. Вот. Балтыхается, ползет. Вот. Такие дела. Северная Дакота. Нету леса вообще. Леса, вон озеро какое-то типа лужи. Балдеж. Что я могу сказать? Балдеж. Красиво. Красиво, но скучно и опасно. Потому что пчелы. Если сюда залезет медведь, покусает его пчелы. Но я не медведь, лезть не буду больше волей. Все. Ролик будет заканчиваться. Всем большое спасибо, друзья. Кто досмотрел до конца, обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий. Подпишитесь на канал. Ну, я с вами прощаюсь. Всем добра и позитива. Всего доброго. Пока-пока. Увидимся через неделю в пятницу. Пока. Субтитры подогнал «Симон»